привет дорогие любители настольных игр здравствуйте меня зовут сергей напротив как обычно наталья как уже поняли сегодня мы вдвоем играем стратегическую группу под названием троя давно я следил за этой игрой по обычным причинам автор знаменитый дизайнер штефан фельд на такой да эта игра входила умничка он что придумал твою любимую замки бургундио тоже ты права давно следил даже когда эта игра входила 100 лучших игр по версии сайта board game geek теперь правда на сегодняшний момент на конец 22 года игра занимает 110 место среди лучших игр на нашей планете по версии сайта board game geek ну неважно правильно наталья какое место занимает игра по каким-то сеттингом она может нравиться или не нравится она может занимать тысячное место по версии сайта board game geek но быть любимой так вот я все время думал кто-нибудь локализует эту игру или нет она так уходит уходит постепенно в тень оказывается компания эврикус вот осмелилась большое ей спасибо за это потому что игра после трех сыгранных партий показалась замечательной такой ну чисто фельдовской я не удивлен именно этот дизайнер может смешивать различные механики увлекательно да ты увлекаешься игрой и все замечательно что мы будем с тобой сегодня делать во первых мы расскажем как обычно что мы нашли в коробочке мы расскажем правила этой игры и конечно за летсплеем с тобой партейку но как обычно ты скажешь в начале нашей партии пару слов почему ну вообще игра называется троян и причем здесь рим вообще ну видишь сейчас идет 110 год новой эры это император троян он привел римскую империю на вершину могущества все рубежи империи в безопасности он любил очень народ потому что он не обижал простой народ развил земледелие ну это я так в интернете полазила по ним почитала его очень любил народ ну он считался самым ну не то чтобы добрым добрым его не назовешь потому что он был в полководице очень хороший но он был лучшим из всех императоров того времени а а ну ты понимаешь наталья что во всех играх школы евро сейтинг как бы в процессе игры уходит на второй план нами на первое место всегда выходят механики ну нам с тобой это нравится и добро пожаловать в царство картона начнем рассказывать про компоненты и начнем наверное наталья с тобой с подготовочки к игре потому что у нас еще я смотрю не все готово перед нами вот это в римская империя так понимаю 110 года нашей эры вот это такое немаленькое поле поделено на 6 основных зон с которыми игроки будут взаимодействовать в процессе игры выбирая на своих планшетах 1 из 6 действий не так много да основное действие в игре 1 2 3 4 5 6 основных действий и каждое это действие будет от тебя отправлять в одну из 6 зон но хорошо поле мы с тобой разложили второе что мы должны сделать ой наталья я ж не сказал важную информацию сейчас я почитаю в эту игру могут играть от 2 до 4 игроков 14 плюс 60 плюс минут ну наверно мы с тобой на 2 часа зависим это точно с объяснениями правил второе что мы должны с тобой сделать это в коробочке с игрой найти вот такие круглые жетончики сколько их всего 15 штук у нашего народа есть потребности да и эти потребности мы с тобой игроки должны будут удовлетворять 4 раза за игру потому что здесь мы с тобой проиграем целый год год делится на 4 квартала и в каждом квартале мы сыграем по 4 раунда это получается 4 до 4 16 раундов мы с тобой сыграем и игра закончится у кого больше победных очков тот и получил 3 вида потребности есть в этой игре это хлеб вот такой шлем это зрелище и религия религия алтарь такой горит и дальше эти жетончики все повторяются но неважно каким составом вы играете с этой кучки 3 случайных жетона у нас ушли в коробочку с игрой а тут уже отложили всего 12 штук пока делаем стопочку как работает эта механика с потребностями расскажем немножко попозже все у нас эта кучка готова идем дальше потом больше всего жетонов 70 штук мы найдем это жетоны форума наталья ты как обычно нашла какой-то мешочек кстати здесь один мешочек входит комплект сыгрой а второй нет но у нас два мешочка будет это квадратные жетоны с зеленой рубашкой их 70 штук да наталья рубашка зеленая но они могут быть разных цветов попадаться жетоны форма и вот для них место здесь эти жетоны мы будем получать когда мы будем выбирать у себя одно из действий под названием форум есть жетончики форма а и жетончики дополнительных дополнительного действия они тоже это хуже формы квадратной просто здесь у форма рубашка зеленая а здесь рубашечка желтого цвета или оранжевого да и все лишь 12 штук а этих 70 давай наталья поработаем ты сюда сыграешь в желтую зону три жетоны дополнительных действий а я при игре вдвоем случайные жетоны раз два три четыре пять шесть наталья ты красиво сделай при игре вдвоем только 6 жетона форма и при игре любым составом всегда три же точка дополнительных действий выходит я уже немножко упомянул наталья что в игре всего лишь шесть основных действий которые мы будем убирать выбирать у себя на планшете но эти действия можно будет улучшать разными способами в этой игре и тогда за один ход ты сможешь выполнить не просто основное действие а еще что-нибудь или выполнить его два раза даже три раза основное действие за один ход еще жетончики форма выходит не только в эту область ну и вот эта область это у нас называется различные провинции да с помощью своих военных мы будем захватывать военные лагеря это только здесь наталья и только здесь но жетончики форма 10 штук случайных с мешочка появится вот здесь раз два три 4 5 6 раз два три 4 5 6 давай сюда будем 7 8 9 10 видишь жетончики форма можно будет как здесь найти такие здесь все с квадратными жетонами мы разобрались следующие у нас эти вот строительные жетоны коричневого цвета они немножко такой интересной формы в коробочке с игрой мы найдем всего лишь 20 штук и не всегда все участвуют в игре просто не случайным способом выкладываются вот в эту сетку да это 5 на 4 20 штук жетонов их 5 различных видов только мы будем их отсюда брать за это получать победные очки располагаться у себя на планшете следующее вот это арка трояна здесь у нас стопочками находятся очень интересные жетоны их 6 различных типов в каждой стопке они как бы одинаковые да вот эта стопка будет приносить 9 победных очков просто просто чтоб она заработала тут разные цвета нужны наших фишек действий но об этом потом маркеры действий да все разложили сколько их по штук каждый по 8 вроде да по 9 или по 9 по 9 9 на 6 54 да 54 по 9 штук все стопочки мы с тобой сделали дальше идем порт нет сережа я бы вот внимание заострила вот на этой стопочке потому что я вот например сразу не поняла объясняю что все только одинаковые стопочки а в эту последнюю стопочку входят не одинаковые тут входит хлеб зрелище и да да и религия которые я немножко упомяну которые мы будем себе да три разных рисунка но в принципе свойства у них одинаковая но эти жетоны будут нам помогать удовлетворять потребности населения да а про все остальные расскажем немножко по остальные вот они тут все следующая часть порта здесь кораблики всего в коробочке с игру мы найдем три корабля цветной стороной вверх кладем их специально отведенные места есть еще серая сторона но об этом потом что наши тут фишечки наши митры делали это место для рабочих рабочий я играю за синий цвет желтого нет в игре наталья за красные наши рабочие будут ходить вот в эту сетку что получать вот эти жетоны они будут что-то строить масса с малотой лесенки строят фонтанчики да тут такие арочки хорошо подготовили дальше это вот большой такой миппл это считается полководец маленький миппл это легионер да сюда они у нас будут бегать по этим провинциям завоевывать зарабатывать нам победные очки и конечно вот эти вот жетоны ну что с полем все более менее оси но там сена наталья давай сначала расскажу что получает каждый игрок ну давай тогда выйдем на самым сложным с этими жетонами да мы разобрались каждый игрок получает вот по такому планшету и в принципе на планшете вот в этой части и будут храниться все картонные жетоны которые мы будем получать с этого поля а в этой части вот такой круг рандель здесь будет одна из основных механик происходить и значит игрок получает вдобавочку планшету 12 разноцветных фишек шести разных цветов значит каждой фишки по два каждого цвета по две фишки и смотри наталья мы должны их в каждую чашу разложить по два цвета сам игрок решает какие цвета будут в каждой чаше потом мы получаем миплов по 15 штук это наши подданные вот они будут храниться в этом месте и один уже подданные у нас превратился в рабочего один подданный превратился в легионера ну и сам полководец сразу уходит на поле плюс мы получаем вот по такой арке что она будет делать это арка ну во первых она будет бегать у нас по кругу и механика очень интересно мы про это расскажем что игрок еще получает ну пока все сейчас мы еще начали игры получим с тобой карты члены рачу нибудь получим здесь уже надо все это получение делать по очереди смотри наталья еще наши фишечки будут отчитывать победные очки по кромке поля твоя красненькая моя синенькая еще два маркера будут работать на этом треке в сенате что такое за трек сейчас расскажу и что интересно мы с тобой на этом этапе должны выбрать кто будет первым игроком допустим наталья ты первый игрок значит вот именно фишечку в этом сенате ты кладешь первой я второй игрок ладу наверх очеред если мы стоим здесь на одном месте очередность в стопке таблеток очень важна для механики игры у нас за бортом еще остался один компонент это бонусные жетоны их надо прятать в мешочек потому что они двух сторонний из них стопочку не сделаешь рядом с полем чтобы не видеть информацию что это за бонусные такие жетоны в конце игры можно за комбинацию каких-то жетонов которые у тебя остались в конце игры получить победные очки или карт и товаров но могут и карты приносить в конце игры победные очки все и жетоны различные всего их 12 штук но случайным способом каждый игрок себе вытаскивает один бонусный жетон и кладет ее золотой стороной перед собой а есть еще и серебряная сторона золотой наталья вытащи сама это к чему стремиться за что за что еще в конце игры можно получить дополнительные победные очки да хватит тебе уже наталья что ты там уже да ты три победных очка за коровку получишь и три победных очка заказа каждую злаковую культуру какую-то конце игры а я за какой-то пергамент получу и какие-то бутылочки ну конечно бутылочки и камня три победных очка это товары которые можно будет встретить на картах ну вот цель у нас есть на такие что дальше затем мы должны вытащить с этого мешочка еще два бонусных жетона и видишь специально отведенное место для них и эти жетоны можно будет получить дополнительные процессе игры видишь 9 победных очков если у тебя будет жетончик где хлеб нарисован а вот хлебушка 2 надо их собирать нет если у тебя будет 2 ты все равно получишь 9 победных очков потому что тут видишь только на один раз умножается а здесь у нас шкуры какие-то и вот куски колонны в конце игры а куски колонны это товары это все товары здесь можно найти в карте как получать вот эти жетоны надо прокачиваться хорошо на этом треке чтобы еще схватить себе дополнительные задачи на конец игры идем дальше в игре есть карты сколько наталья в колоде карт 60 штук я помню 60 штук и здесь 12 различных товаров и нас различных вот смотри рыба есть вот это бык или корова какие-то драгоценные камни 12 видов товаров по 5 карт каждого вида да это получается 60 ну конечно эту колоду мы хорошо перемешиваем движ кораблик нарисован на рубашке и кладем ее мы не будем за борт чтобы было в кадре потому что видишь тут для игры втроем и вчетвером вот эти треки нам не понадобится мы их можем закрывать для нас вот этот трек важен в то время будет отсчитывать и открываем два сброса пергамент из злаковые культуры и стопочка здесь будет смотри наталья у меня вот этот вот пергамент конце игры каждая каждая карта такая будет приносить три победных очка а у тебя пшеница вышла видишь я так смотри могу взять подожди дальше видишь не дает кстати что получать эти карты надо будет ходить в видишь тут уже интуитивно понятно здесь кораблик нарисован и здесь кораблик и у нас кораблик на нашем планшетике чтобы туда пойти кораблик а вот теперь начиная с первого игрока каждый игрок берет себе по три карты товаров наталья ты первый игрок ты можешь взять как в открытую так и стопки товара я в открытую если ты берешь в открытую сразу открывается следующее но это я не помню это что-то медит на медицинскую утку похоже это это какой-то посуда считать античный сосуд такой что там готовили чайник а что ты думаешь может и заваривали какие-то травы отвары вот видишь тут резетка ну давай попробуем закрытую хорошо ну да талия только это ты берешь на руку эти карты прячь их нельзя яблочки яблочки еще попробую и не обязательно мне рассказывать что ты берешь яблочки там все это надо в секрете держать пока ты перед собой я зрителям не тебе говорю ты не слушай хорошо молчу но главное что все теперь я ну конечно я схвачу вот это потом сразу открывается рыба рыба мне не очень нужна и в будущем нас ждет не те товары которые вышли значит беру в закрытую а у меня в будущем есть и беру в закрытую все получили по три карты нам нифига я ж так люблю получать что-нибудь такое набирать всего в свое царство в империи и в заключение начиная с первого игрока мы берем по три жетона трояна вот этот с арки троянской и кладем на свой планшет куда кладем во вторую зону в четвертую и в шестую бери три любых жетона но только с разных стопок я хочу чтобы она потом пришла ко мне это зрелище чтобы я потом потребности могла отработать давай давай мы пока берем готовимся к игре наталья механики начнем рассказывать немножко попозже давай 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 ускоряемся выбирающую ускоряемся говоришь это будет вторая потом четвертый в четвертую зону то должна сыграть смотри тут важен какие жетоны действия находятся давай вот так и тогда вот наталья я же тебе говорил с одной стопки нельзя брать одинаковые а ты все равно с одной стопки взяла два жетона ой извините да с разных давай вот так тогда возьмем еще взяла и в пятую положила когда надо в шестую и все поперла путала а я посмотрю на эти действия маркеры ну ты знаешь как я вот увлекаюсь ай ладно давай карты а вот этот замечательно подойдет у тебя сюда давай возьмем так так ну и видишь необдуманно во вторую взяла и подошло желтый и белый но нигде такого нету ладно да это надо брать потом в эту зону ну допустим возьму 9 победных очков потом я люблю работать в строительстве может быть возьму вот эту сюда шестую зону все получили эти троя строительство тоже хорошо тут дополнительные действия идут тут тебе надо это все пообъяснять все короткая цель набрать как можно больше победных очков в этой игре победные очки будем получать как во время игры так и в конце получить победные очки это же фельд в этой игре можно разными способами я уже немножко упомянул что на поле у нас раз два три четыре пять шесть основных зон и шесть действий да везде значки сразу можно отгадать какое какой значок у нас здесь на этом ранделе и нарисованы вот они все значки нарисованы все виды этих видов действий все очень просто очень а вот как чтоб действие сработало здесь такая механика сейчас я про этот рандели начну рассказывать похоже на игру пять племен помнишь там правда было поле когда вы с одного участка брали всех миплов и потом их оставляли я помню но забыла как эта игра называется как работает здесь выбор действий ты берешь все фишки действий с одного с одной чаши и по часовой стрелке начинаешь эти фишечки разбрасывать по одной штучке угу и где ты закончил свой разброс там эта чаша и будет работать Наталья видишь если я здесь закончил значит у меня будет работать свиток нарисован вот свиток здесь сенат да ну как выбирать действие здесь очень все легко мы не один раз это все разыграем давай я снизу начну рассказывать Наталья вот это сенат тут какое-то здание трек есть наши фишечки вот если ты выбрал вот это действие со свитком ты пойдешь в сенат что делает игрок он просто берет свою фишку и на одну ступеньку прыгает дальше да да и соответственно получает победные очки которые здесь нарисованы в процессе игры зачем прокачиваться на этом треке ну во первых если ты будешь часто выбирать это действие ты будешь прокачиваться и получать победные очки чем дальше чем больше во вторых четыре раза за игру это в конце каждого квартала мы будем сенат этот разыгрывать у кого здесь будет больше голосов тот на первом месте тот получит вот этот один золотой жетон кто будет на втором месте тот получит оставшийся жетон ну уже более простой серебряной стороной здесь не так меньше победных очков ты будешь получать в конце игры за разные комбинации если бы мы играли в троем или в четвером то третий четвертый игрок уже на третий кто здесь на третьем и четвертом месте нифига не получает а что за голоса голоса вот эти вот цифры вот если у нас если у нас квартал закончится я буду на этой позиции у меня будет раз два три четыре пять пять голосов пять это перечеркнутые значит я буду консулом и заберу один из этих двух жетонов первых ты будешь на втором месте тебе достанется второй жетон когда играешь вдвоем ты что-нибудь дополучишь все равно да хоть немножко есть еще механика которая позволяет получать дополнительные вот эти голоса они бывают такие жетоны форума вот он жетон форума вышел это считай еще три три голоса если ты схватишь этот жетон но чтобы схватить этот жетон надо сюда вот этим полководцем еще дать дотопать но этих жетончиков много они могут попасть как в эту область так и в эту область потом ну с сенатом все очень просто да Наталья следующая область ну давай вверх будем двигаться вот эта арка трояна получается чем больше у тебя этих жетонов на твоем планшете тем лучше значит ты выполняя основное действие сможешь выполнить еще и дополнительное которое здесь нарисовано да оно дает победные очки здесь такая арка и нарисована вот выбираешь это действие все ты можешь выбрать один из жетонов сверху стопки и расположить ее где находится вот эта штучка да а потом она прыгает арка трояна тоже да понимаешь ну скучно же выполнять действие одни и те же а вот это будет нас разнообразить и за один ход ты сможешь сделать не только допустим пойти в сенат но еще и получить вот как у меня 9 победных очков ага это если цвета но если у меня в этой чаше будет 2 розовых находиться маркера действий не важно сколько здесь будет маркеров главное чтобы было 2 розовых да и тогда у меня сработает вот эта фишка трояна это дополнительное действие все выбирай почаще вот эту вот это вот действие а значит заканчивая свой путь в этой чаше когда распределяешь вот эти жетончики будешь получать больше этих жетонов ну Наталья тут очень легко вот эта стопочка это получать хлеб зрелище и религию эти жетончики будут нам помогать бороться с потребностями населения 4 раза за игру да потому что у нас будут выходить потребности различные ну три вида потребностей и если ты ни одну потребность вообще не погасишь ты получишь минус 15 очков да а если ты только одну погасишь то ты минус 9 получишь очков а если ты 2 погасишь то со мной минус 4 минус 4 но если ты все 3 потребности погасишь их максимум в каждом квартале может быть будет только 3 тогда ты на ноль выйдешь так и здесь позволяет рабочих отправлять сюда в лагере рабочих да берешь с этой стопки и значит у тебя больше рабочих будет бегать вот по этой сетке и забирать вот эти вот жетоны которые будут перемещаться к нам сюда и приносить во-первых победные очки и еще очень интересный момент но потом начнем рассказ дополнительные действия еще выполнять вот эти вот ну только первый жетончик второй одинаковый ничего два нюанса в процессе игры отчет я уже перескочил дальше здесь интуитивно понятно ты возьмешь сверху колоды две карты карты нужны это различные товары которые в конце игры могут приносить победные очки еще товары в этой игре можно грузить на корабли но это потом да там можно здесь 9 победных очков здесь у тебя твои подданные превратятся в легионеров а значит здесь больше шуриков будет бегать они будут зарабатывать у тебя в провинциях победные очки так здесь получить плюс 2 есть еще такие вот жетончики плюс 2 и вот место для них на наших планшетах и здесь интересный момент это тоже усиливать вот эти простые действия усиливать усиливаются они вот этими дополнительными действиями усиливать умножать как бы ну прям ножа смотри если у меня будет этот жетон здесь находиться да я смогу когда выбираю вот это действие арку трояна я беру один жетон и у меня есть этот я его дважды выполню это правда жетон сбросится я получу сразу два любых жетона а если тут есть еще плюс 2 то я трижды смогу выполнить вот это действие конечно если у меня есть вот этот вот жетон дополнительных действий его видишь где он в Британии находится до него до топать еще нужно видишь как фельд придумал всего лишь 6 действий но их усиливать можно различными способами да и тут и тут и тут а про эти ты рассказал да нет да ну вот эти вот мы будем брать это что касается сената сената фиолетовые жетончики для них здесь есть место но они тоже потом сбрасываются сработали они не сработали сбрасываются да следующее ну наверное вот здесь это вот две колонны такие выбираешь вот эту вот чашу вот это действие тебе игра разрешит взять один из этих жетонов да или дополнительного действия или это любое или какие-то мы будем про эти жетоны рассказывать когда начнем играть что они творят для них для всех есть место на нашем планшете все они поместятся вот это джокер да все жетоны в этой игре можно хранить по нескольку штук в одном месте ну кроме вот этих вот жетонов плюс два плюс два нельзя стопочка складывать тут только один жетон идет каждую из этих шести ячеек может игра закончится что ты вообще ни одного жетона не получишь да я не получала ты как-то получил какую ты стратегию выберешь дальше ползем вверх порт ну наверное одно из самых интересных действий вот кораблик выбираешь эту чашу кораблик ты идешь в порт а тут можно выполнить до четырех различных действий в основном это пополняться руку картами связано или грузить уже карты с руки на эти корабли три вида кораблей первый корабль здесь желательно грузить карты одинаковые значит составлять свет сет сет из карт вот если у тебя будет на руке четыре рыбки ты их открываешь они кладутся перед собой и ты получаешь двадцать победных очков представляешь ну ты можешь и одну рыбку отправить получишь только два победных очка а понимаешь понимаешь когда идешь в порт потом эти кораблики переворачиваться но это уже нюансы начнем играть расскажем здесь ты должен наоборот четыре разных карты сбросить с руки четыре разных товара максимально когда ты получишь восемь победным очков это легче ну ты можешь не сразу четыре сбросить а там одну две или три вот если ты две сбросишь только что четыре победных очка ну две разные а здесь сбрасывать пары карт и тоже зарабатывать победные очки две карты ну с одинаковым рисунком например у тебя будешь две рыбы ты их сбрасываешь получаешь пять победных очков а если у тебя будут две рыбы И, допустим, вот две вот эти посудины, ты получишь 10 победных очков. Кстати, я на Боргейм Гик искал ответ, что значит пара, потому что в правилах не очень хорошо написано. Пара карт, ну пара карт может быть рыба и посуда, понимаешь, это уже пара. Оказывается, что пара в этой игре это одинаковость. Две рыбы это пара карт. Да, это вот опять победы у тебя. Ну, вроде бы как и логично, но немножко непонятно. Понятно. Идем дальше. Это у нас молоточек строительства. Выбираешь вот это действие, вот эту чашу, все, ты имеешь право выполнить одно из двух действий. Или у тебя твой поданный превратится в рабочего, твой ход закончился. Или ты рабочий, который уже здесь находится в лагере рабочих, сможешь отправить куда-нибудь в любую клеточку. Первый ход в любую. Первый ход в любую, да. Ты просто этот жетон забираешь, получаешь победные очки, которые здесь нарисованы, и кладешь его на свой планшет. Фонтан к фонтанам. И тут еще дополнительное действие. Корабль нарисован. О, пошел я в строительство, а выполнил дополнительное действие порта. Да. А потом, если ты второго уже отправляешь своего мипла в зону строительства, только сможешь по горизонтали или по вертикали их отправлять. Уже, лишь бы куда их бросать. Да, горизонтально работает. Нельзя. И, кстати, в конце игры можно получить дополнительные победные очки за сеты из этих вот жетонов коричневых. Допустим, если у тебя будет три окна, да, Наталья, ты получишь 10 победных очков. Это двери. Ой, двери. О, окошки вот, да? Окошки вот эти вот с дырочками. Да, если у тебя будет четыре фонтана, ты получишь 20 победных очков дополнительных. Да, тут это... Не так легко собирать сеты. Нелегко. Даже при игре вдвоем здесь может быть конкуренция. Ага, пусть бы два там сета, да? Так, про молоточек рассказали. И последний шлем. Вот это шестое действие. Когда игрок сможет выполнить одно из трех действий, что касается вот этих правительств. Первое. Ты берешь своего полководца и в соседний регион отправляешь. И он забирает только жетон. Только, да. Только жетон. И забрал себе жетон, шлем, расположил его, где шлем, вот сюда хранится. Потом второе, что ты сможешь сделать, это отправить легионера. Но легионер отправляется только там, где находится твой полководец. Если он к тебе туда придет, и, кстати, эти перемещаются только в соседние регионы. А если ты выбираешь действие запустить маленького мипла легионера, то он катапультируется или как это называется. Телепортируется. Телепортируется. Он может не в соседние, а телепортируется к своему полководцу. И уже вот эти маленькие миплы легионеры, они приносят победные очки, которые есть. Здесь есть нюансы. Если есть какой-то другой легионер, другого цвета в зоне, то ты минус три победных очка будешь получать. Ну, семь тоже неплохо ухватит. При игре вдвоем, не знаю, будет ли у нас такая ситуация, чтобы еще на этом. Ну и, конечно, два легионера не может быть одного цвета в одной области. Здесь такие моменты. Ну вот, более-менее подробно я рассказал про этих... Именно два легионера. ...про этих шесть действий, что мы будем с тобой творить, Наталья. Так, потом, каждый раз будет у нас течь время. Как течет здесь время, Наталья? Я уже рассказал, что мы сыграем год. Год делится на четыре квартала. Каждый квартал делится на четыре раунда. В конце каждого раунда у нас будет работать вот эта стопочка. Мы будем узнавать, какие потребности будут у нашего населения. В конце каждого квартала у нас будет ряд действий будет происходить. Мы будем здесь смотреть на трек Сената, а также будем удовлетворять потребности населения каждый квартал. И у нас будут некоторые фишки заменяться на поле. Ну и в конце четвертого квартала игра заканчивается. Вот один круг по этому треку, один раунд. Шестнадцать раундов, вот шестнадцать раз. Вот эта фишечка здесь сделает оборот, игра заканчивается. При игре вдвоем. Маленький трек, да? При игре вчетвером здорово. Я их насобирала раз восемь этих, так сразу трек и прошел. Как-то я не очень... Так, а вот эти жетоны нужны, чтобы мы не запутали, сколько у нас кварталов просто будет. Мы будем выбрасывать там первый квартал, второй, третий, четвертый. Тоже. Не на поле отсчитывается, а такими... Так, ну, все вроде, более-менее. Давайте скорее с нюансами, со всеми. Ты первый игрок, твой ход. А ход начинается, когда ты выбираешь какую-нибудь одну щашь и забираешь все фишки вот этих действий в кулачок и начинаешь их разбрасывать. Ну, вот, Сергей, я, наверное, ты говоришь, что тут хорошо. Я покажу зрителям, вот на последней странице правил, краткий ход написан, все игры. Я буду иногда подсматривать, чтобы не пропустить ничего. Ну да, а то бывает увлечешься игрой и что-то пропустишь. Да, вот, ход игрока. А мы же обязаны не... И написано распределение... Показать, как правильно играть. Да, распределение маркеров в действии. Это обязательное условие. Ты должна их распределить. Что ты выбираешь? Ну, я, наверное, все-таки выберу, чтобы получить... Ты хочешь получить вот этот жетон, чтобы у тебя сработал. Да. Значит, тебе надо закончить движение в этой чаше. И видишь, ты сказал, что вот здесь так хорошо. Я бы уже могла, если бы отсюда прийти, могла бы взять эти две карты и три победные очка. Но я все-таки пройдусь сюда. Хорошо. Я забираю эти маркеры действий. И мне надо, чтобы розовенький пришел сюда. Значит, салатовый я здесь оставляю, а розовенький сюда. Все. Маркеры. Твое распределение бочоночка закончилось в этой чаше. Чаше. Значит, ты будешь... Форума. ...выполнять действия форма. Но по правилам игры ты сначала смотришь. Сработал у тебя этот жетон дополнительного действия или нет? Чтобы он сработал, у тебя в этой чаше должен быть розовый и зеленый бочоночек. А у тебя есть. И розовый. Розовый и... Да. И зеленый. Ну, зеленый будем называть. Зеленый, да. Не важно, пришли только что эти бочоночки или они раньше находились в этой чаше. Сколько здесь вообще бочоночков? Их тут по 8 штук может быть. Главное, чтобы был один розовый и хотя бы один зеленый. Все. Ты моментально получаешь одно победное очко, потому что здесь нарисовано. На этом жетоне. Ты у нас красненькая. Бем, все. Первое победное очко в игре. Второе. Вот именно жетоны вот с этой стопки, это жетоны Трояна, которые борются с потребностями. Да. Они после розыгрыша, они уходят из игры. А кладутся в специально отведенное место. Ну, да. Я так смотрю, что мы быстренько... Потом и расскажем, как они работают. Вот. Натали, а теперь ты имеешь право основное действие выполнить. А это две колонны изображены. Две колонны, это значит, ты обращаешься вот в эту часть. Поле. И любой жетончик, который ты возьмешь, забирай себе. А я про него расскажу. А ты знаешь, возьму хлеб. Хлеб. У меня уже будет как бы два... Для хлеба вот есть специальное место. Жетон форма хлеб. Да. Чтобы рассказать про потребности, мы должны с тобой хотя бы один квартал проиграть. Тогда будет зрителям понятно, зачем нужен хлеб, зачем нужны зрелища и зачем нужна религия. Ну, вот я как бы два сразу взяла. Мне теперь только огонь где-то достать. Шлем вверх ногами. Огонь. Кстати, вот карты здесь нарисованы. Вот эти жетончики форма. Это такой одноразовый бонус. Он может заменить любой товар. Он может превратиться в рыбу, может превратиться в посуду или во что-нибудь еще. Но он одноразовый, он потом сбрасывается. А если он до конца игры останется, то в конце игры он может заменить любой товар. Вот этот жетончик. А все, видишь, вот эти вот попались, это дополнительные действия два раза выполнять. То или иное. Смотри, Наталья, еще нам не забывается такой момент. Когда ты перемещала вот этих два бочоночка, значит у нас прошло как бы два часа. Будем так это называть. Два времени. Раз, два. Если бы ты переместила сразу пять бочоночков, то прошло бы пять времени. Если бы ты только один же какой-нибудь бочоночек переместила, то только одно время. Бочоночек, маркер. Маркер. И в правилах написано. Если один игрок ходит, то игрок справа от него следит за временем. Отсчитывая. Ты меня комментируешь, так тебе некогда следить. Надо мне как бы. Мой ход. Я смотрю, чтобы получить девять победных очков в этой чаше, у меня должно появиться два розовых бочоночка. Это пока не скоро. Значит, спешить пока не будем. Получить сразу плюс один. Тут должен белый оказаться. Тут уже не очень интересно. Я беру два маркера вот с этой чаши и начинаю их разбрасывать. Сюда, допустим, и сюда. Закончил свой разброс в этой чаше. Значит, у меня будет работать арка трояна. У меня нет никаких тут дополнительных действий, дополнительных жетонов трояна. Я буду выполнять только основное действие. А что у нас арка дает? Я могу выбрать один из этих вот шести стопок. Один жетончик. Я постараюсь, чтобы в игре было разнообразие жетонов, чтобы мы про каждый рассказали. Я могу выбрать любой, но давай поработаем. Он упадет вот в эту область, да? Да, в первую. В первую. Тут, где арочка трояна. Зелененький. Ну, давай возьмем, здесь будет неплохо смотреться, вот этот жетон. Это что касается легионеров. Смотри, как лучше. Забрал мой. Когда ты выбираешь вот эту чашу, вот это действие, ты там, где находится вот эта деревянная арка, туда кладешь жетончик трояна. А сама арка по часовой стрелке перемещается на пустое деление, на ближайшее пустое деление. В следующий раз здесь появится этот жетон. Я тоже два кубика перебросил, два времени прошло, ты за мной следи, Наталья. Потому что не два кубика, а два бочоночка я действие переместил. Значит, у нас прошло два времени. Ход переходит к тебе. Ох, как я хотела, как я хотела. Мы должны за сегодняшнюю партию побывать везде и как можно всего сделать, даже в ущерб красивости партии. Ну что, Наталья? Ну, возьму вот с этой чашечки три. Три штучки, значит у нас три линии. Три маркера. Раз, два, три. Давай вот этот зелененький здесь оставлю, здесь я оставлю оранжевый. По часовой стрелочке, молодец. Он мне как бы нужен будет. А здесь я становлюсь розовеньким. О, Наталья, ты тоже выбираешь в действии арку Трояна. Раз ты там остановилась. А там у тебя никаких бонусов нет. Выбирай один из этих шести верхних жетонов. Я хотела идти в завоевание. О, на здоровье. Вот так вот будет. Правильно. А это переходит на пустую следующую арочку. Ну, по идее так. По кругу идет. Пускай будет. Все, ход ко мне переходит. Ты прошел, да? Три. Да. Что я хочу сделать. Блин. Ну, наверное, вот отсюда я заберу. Видишь, тоже три штучки забираю. Раз, два, три. О, скоро рам закончится. Да. И начинаю их распределять. Здесь мне нужен, чтобы попал оранжевый. Оранжевый. Ну, пускай здесь будет оранжевый. Здесь я оставляю розовый, а последний белый сюда идет, Наталья. Смотри, я буду выполнять, ну, основное действие, пойду на форум. Две колонны. Ну, смотрю, у меня есть здесь вот этот троянский жетон. И он у меня, Наталья, срабатывает. Смотри, у меня есть два белых здесь бочоночка. Два беленьких. Два беленьких и нужно, чтобы этот жетон сработал. Я тоже получаю одно победное очко. Теперь у меня будет постоянный жетон с религией. Вот сюда кладется. Мне будет легче потом потребности населения удовлетворять. Теперь основное действие. Выбрать какой-то из жетонов. А ты знаешь, я возьму вот этот вот. А хлеб не хочешь сделать? Нет. Нет, я еще не знаю, какие потребности выйдут. Ведь три жетона отсюда ушли в коробочку. Осталось только 12. Что у нас там будет? Вот, Наталья, теперь... Может быть, и два хлеба, два этик, может быть. А, я сейчас и смогу выполнить еще и дополнительное действие. Но я потеряю этот жетон. Ладно, пока сохраню этот жетон. Его ж можно не тратить сразу. Дополнительное действие я не буду сразу получать. Второе дополнительное действие – менять дыка на дыка. Пока я не знаю, какой выйдет. А может, хлеб не выйдет? Как узнаешь, потом уже поздно будет. Может, хлеб не выйдет. Все, я выполнил основное действие. Вот к тебе. Я сама хлеб взяла и тебя подбиваю. Ну! Бери хлеб! Хлеб самый главный. Нет, у меня пока религия. Хватит пока религия. Не накормишь людей, какие зрелища могут быть голодными. Вот мне огонь где взять? Вот я люблю сразу это запастись этим всем. Огонь здесь находится. Да, только туда идти. Пока. Пока только здесь. Но тебе надо дотопать туда полководцем. Это раз, два. Два раза надо выбрать действие полководца, шлема. Но по пути ты еще и свой любимый хлеб соберешь. Ладно, идем на строителей. Ну, давай покажем, что тут творится. Потому что здесь у меня нигде ничего не получается. Ты, может, и права. Нигде не получается. Давай я возьму вот эти все три. Три. Три, значит, я считаю время. Смотри. Раз, два, три. Наталья, минуточку. Минуточку, смотри. Как бы у нас раунд закончился, но все равно конец раунда мы будем разыгрывать в конце твоего хода. Ты пока работай. Так, подожди. Наталья, откуда ты взяла? Откуда ты? Отсюда. Отсюда, да. Смотри, не запутайся. Чтоб сюда прийти. Так, раз, два. И давай зелененький здесь оставлю. Три. На следующий раз. Жетон трояна не срабатывает. Не хватает у тебя здесь бочоночков. Но основное действие молоточек ты выполнить сможешь. Или ты отправляешь сюда человечка просто, или ты берешь уже готового рабочего и отправляешь его в сетку строительства. Да, очень хочется в сетку строительства отправить. Ну, значит, ты тогда не бери этих, а бери уже готового рабочего. И смотри, какой тебе жетончик нужно. Какое ты дополнительное действие хочешь выполнить? Все хочу выполнить. Поближе покажу. Вот если Наталья возьмет лесенку, она дополнительное действие, две колонны форма выполнит. Еще раз возьмет один из этих жетончиков. Я возьму окошко. Ну, она берет окошко. Окошко у нас хранится здесь. Хорошо. Четыре победные очка. Четыре. Ты синенькая? Я красненькая. Ты отвык от синеньких? Да, раз, два, три, четыре. Просто на жетоне нарисовано четыре победных очка. Наталья говорит, что это... Это первый жетончик. Это окно? Это окошечко. Подожди, ты кричала, что это окошечко или это дверь? Это дверь. А это дверь? Она закрытая. Хорошо. А это с дырочкой окошечко. Так, окошечко даст Наталье дополнительное действие. Это вот работы с легионерами и с полководцами. Это дополнительный шлем. Хлем. И ты знаешь... Если, Наталья, если ты в процессе игры возьмешь второй такой же жетон с окном, ты уже дополнительные действия выполнять не будешь. Ну, победные очки что он мне даст? Он тебе даст победные очки, но дополнительные действия дают только первые жетоны каждого из пяти видов. Ну, у меня тут уже вертся фонтальчик. Ну, тут можно собирать сеты, не забывай, из одинаковых. Да. Не только ты победные очки получишь, но еще в конце игры. Ну, я влезла, чтобы разное получить, дополнительные эти взять. Ну, так. Все, у тебя шлем. У тебя шлем, моя дорогая. Знаешь, почему я так захотела? Потому что до огня мне далеко идти. А здесь впереди у меня, видишь, здесь такие у меня эти штучки. Стрелочки. Что я могу прийти куда? Реция, Реция. Это не Греция, а Реция какая-то. С самой базы можно выйти сразу или в этот регион, или в этот, или в этот. Да. Норик, Реция, Альпы. И вот мой полководец эту Рецию займет. Ты выбираешь здесь и взять полководца и в соседний регион его передвигаешь. И он забирает только победные очки, я не получаю. Полководцы победные очки не зарабатывают, они зарабатывают только жетоны. А что это за интересный зеленый жетончик форума? А вот зелененький, видишь, что-то. Да, он позволяет, он превращается в любую потребность. Или в хлеб, или в зрелище, или в религию. Я думаю, когда я дойду до этого. И вот он здесь хранится. Да, вот для него есть. Хороший жетон. Для джурокеров всех вот это. Они все, видишь, неплохие. Наталья пошла в строительство, выполнено дополнительное действие военное. Ну, хорошо. Ну, я так вот решила. Ну, как бы два действия я выполнила. А теперь у нас закончился один раунд. Да. А в конце раунда у нас верхний жетончик потребности открывается. Ба-бам! Что там? Огонь! Вот, видишь, я как все равно чувствовала. Религия. Что огонь нужен. Я все за этим огня. Наталья, смотри. Не, ну, главное, вот эти взяла, нет, вышел огонь. Я готов к концу квартала. Ты готов? И, кстати, вот эти жетончики форума, они не сгорают. Да. Я просто говорю, что он у меня есть, и я потребность населения в религии удовлетворяю. А все жетончики форума, маленькие квадратики, они одноразовые. Их придется сбрасывать, чтобы удовлетворить потребности населения. Ну вот, а ты говоришь, хлеб, хлеб бери. Второй раунд. Ты закончила первый. Мой ход. Куда мне пойти? Может показать, как, допустим, как работает у нас. Я все равно забываю. Сенат. 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 А значит, мне надо вот с этой чаши взять три. Жетончика. Раз, два, три. Время течет. И начинаю по часовой стрелке их разбрасывать. Я не знаю, какой жетончик здесь пригодится, здесь. Но точно знаю, что здесь нужен розовый, чтобы был последний. Все, Наталья. В этой чаше я закончил свое путешествие. У меня срабатывает жетон трояны бонусный. Есть у меня в этой чаше два розовых бочоночка. Есть. Я только что получил девять победных очков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все остальные жетончики такие одноразовые. Они сбрасываются, уходят в коробочку с игрой. Только вот эти сохраняются у нас на планшете. Все вот эти вот остальные, они одноразовые. Сыграл, сбросил. Потом основное действие у меня сенат. Оно очень простое. Я просто на одну ступеньку прыгаю и зарабатываю еще раз-два победных очка. И у меня уже два голоса как бы есть. Но это в конце квартала будет решаться. Вот ты сиденький, ты прошел. Наталья еще меня сможет как-то обогнать или что-нибудь такое плохое сделать. Наверное, нет. Но хотя бы обогнать, может быть. Буду крутиться. Здесь интересный момент в этой игре. Думаешь, тебе вот разбрасываться по всем шести направлениям. Или выбирать что-нибудь одно или два каких направления. Там получать победные очки. Надо сыграть... Не одну партию, чтобы понять. Да, нам надо везде все показать. Не для выигрыша, а как работать. Не всегда получается. По всех направлениях. С помощью орандели показать, что тебе... Да, так механика устроена. Ну что, ты прошел уже, да? Все сделал? Ну, в принципе, да. А то я тут отвлеклась. Да. Мне надо как-то сюда попасть. Сюда попасть. О, я знаком... Вот выход. Я уже тут думаю. Ты знаешь, что... На будущее, как я попасть в чашу. Я тоже на будущее работаю. Поэтому я беру вот эти четыре... Ух ты! У нас время идет четыре. Четыре, да? Раз, два, три, четыре. В одном раунде... Здесь на розовенькие оставляю. Может быть разное количество ходов игроков. На будущее, видишь? Здесь розовенькие оставляю. Молодец, правильно. Здесь синенькие оставляю, чтобы на будущее было. Ну, здесь не знаю. Здесь... Ну, давай вот так и так, чтобы сюда еще пришел один, и я тогда бы вот этот... Хорошо, Наталья. Время я посчитал, ты закончила в этой чаше. Ты работаешь шлем своими войсками. И тут, как я говорил, уже три различных действия. Но ты можешь одно выбрать. И я не очень... Или дальше передвигать своего полководца в соседние регионы. Или передвинуть своего легионера. К нему ты можешь получить три победных очка. Или просто у тебя еще один солдат появится, легионер. Ты своего подданного превратишь в легионера. В конце игры каждый легионер, который находится в лагере, приносит одно победное очко. Каждый рабочий, который находится здесь, тоже приносит одно победное очко. Каждая карта, которая у тебя останется на руке, приносит одно победное очко. Это так я тебе просто на будущее говорю. Что тут все приносит победное очко. Ну да, вот, или ему продвинуться потом сюда на десяточку и получить 10 победных очков. Так ты все-таки не будешь стремиться, чтобы получить вот это. А у меня уже есть джокер. Джокер, ты случайно рассчитайся. А туда дорогой идти, буду на победные очки работать. Давай, давай вот так. Ну, соседняя здесь... Верхняя Германия. Верхняя Германия, соседний регион. Давай возьму еще один. Да, полководец дает только жетон. Да, у тебя может быть несколько хлебов. Пускай будет на следующий. А потом, ну давай так. Вот видишь, как тебе уже интересно будет, может быть, что-то тут. Да, вдруг. Чтобы схватить его. Потому что в конце игры, если у тебя останется, конечно, этот жетон, ты получишь 9 победных очков. Уже надо и на Сенат посматривать. Надо. Будем работать. Все? Ход ко мне приходит. Вот я беру 4 этих бочоночка, а значит время у нас раз, два, три, четыре. Напомню, что у нас раунд второй закончился. Мне разбрасывать по барабану, наверное, как? Я пока не вижу. Раз, два, три. Или вот лучше 3-4. Четыре. Я в этой чаше закончил. А у меня этот жетон срабатывает. Потому что у меня здесь есть желтый и оранжевый бочоночек. Не важно, когда они сюда пришли. Они тут есть. Что он дает? Ну, во-первых, 5 победных очков. Сразу. Раз, два, три, четыре, пять. Потом, действие, которое дает дополнительно этот жетон, это у меня появится на халяву один рабочий. Вот сюда. Один. А бывает два рабочих нарисованы. Ты два там на зеленом взял. Это одноразовый жетон. На зеленом взял. Все, рабочий у меня появился. Ну, одну победную очку я уже заработал. В конце игры каждый рабочий здесь. Этот жетончик трояло. Теперь основное действие – молоток. Вот куда мне отправить его, в какую серединку? У тебя уже два рабочих, ты уже можешь отправлять их. Ну, давай-ка. Если ты отправишь на плиточку. Я на плиточку отправлю. У тебя сработает арка, ты еще получишь один жетон трояло. А почему нет? Все, плитка. Сколько там победных очков у тебя? Это не плитка, это, наверное, крыша, как черепица. Это черепица, скорее. Три победных очка. Раз, два, три, за сам жетон. И раз он у меня первый, я дополнительное действие вот это выполняю. Так, раз я рассказал, что я хочу все попробовать, я возьму плюс два жетона, чтобы показать зрителям, как он работает. А это по часовой стрелке сюда арочка перемещается. Теперь я сделал все, и в конце срабатывает конец раунда, мы открываем вторую потребность. Это зрелище. Зрелище. Шлем, Наталья. А почему в этой игре шлем, это зрелище? Потому что турниры. Тут видишь, это забрал им такой шлем. А, может, гладиаторов каких-нибудь там, да? Да. Они берутся на турнирах. Это зрелище было в древние времена. Ну да. Да. Как сейчас у нас бой без правил. Наталья подготовилась очень хорошо, а вот у меня надо думать теперь. Потому что буду получать минусовые победные очки в конце квартала. Есть. Погодь. Или сюда. Начинается третий раунд. Сюда можешь сразу. Третий раунд. Вот эта фишечка не обнуляется. Ни в коем случае. И дело, она дальше крутится. Так что крутится. Ну ты закончил, как бы я. К тебе, да. Ну вот я одно движение. О, время у нас. Замедлилось. На один часик только. И у меня срабатывает этот же пучок. Давай я буду показывать зрителям. Да, у тебя есть два оранжевых бочоночка в этой чаше. Ты получаешь два победных очка. Раз, два я тебе здесь помогу. И у тебя сразу два мипла появляются вот в этой красной зоне. Это лагерь рабочих. Да. Блин, это нормальный жетон схватила. Сразу два. Ну он одноразовый. А теперь выполняется. Ты тоже там схватил сразу. Основное действие. Основное действие. Сенат. Я на тебя наверх прыгаю. Прыгаешь наверх. Здесь имеет значение. И тоже два победных очка ты получаешь. Да, если у нас будет равенство голосов, то тот, кто наверху находится, тот и побеждает. В смысле, первый выбирает один из этих двух жетонов. Наталья пошла тоже в политику, блин. Ход переходит ко мне. У меня уже в одну чаше раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ладно. Я так отсюда и возьму. Сразу пять. Значит, у нас время идет на раз, два, три, четыре, пять. Ух ты. Как быстро. Мне нужно, чтобы хотя бы один розовый дотопал до одного места. Два, три, четыре, пять. О, здесь я закончил в этой чаше свое движение. Я выполняю требования жетона Трояна. У меня здесь есть и розовый, и белый бочоночек. Я получаю четыре победных очка. Раз, два, три, четыре. И игра дает мне возможность взять жетон плюс два. Я могу его распределить в любую из этих шести ячеек. Ну, конечно, я вот подслащу непосредственно форум. Теперь, если я закончу, Наталья, движение в этой чаше, форум, я смогу это действие выполнить трижды. Один раз, потому что я здесь закончил, второй раз вот за этот жетон, и третий раз за жетончик плюс два. Очень хорошо ты тут поработаешь. Три действия. Молодец. Эти жетоны одноразовые, они уходят в коробочку с игрой. Сергей, ты отметил тут пять штук? Потому что я сейчас закончу. Теперь, основное действие, это шлем. Параш, мне куда-то выбираться, Наталья. Ну, шлем нужен. Чтобы избежать каких-то там, правильно? Шлем нужен. Ну, давай я пойду в Норик, наверное. Хотя я туда ухожу в конец карты, ну, ничего страшного. Все, я полководцем перехожу. Этот жетончик мой, он хоть одноразовый, но один раз избежать мне минусов. Что-то мы тут не особо бегали, да. Получится. Все, шлем я отработал, ход переходит к тебе. Ну, вот беру все пять эти. Хорошо, на здоровье, значит, время у нас раз, два, три, четыре, пять. Два, три, четыре, пять. Не знаю. А, пять военное. Ух ты, Наталья в этой партии заканчивает на шлеме. Потом будут карты. Здесь у тебя бонусов никаких нет дополнительных, у тебя ничего нет, значит, ты просто выполняешь что-нибудь здесь. Ну, и не знаю. Если ты хочешь его передвинуть, ты же хотела передвинуться. Ну, хотела сюда, чтобы потом. Десять победных очков. Что потом своего этого легионера туда. Туда сразу запулись, он десять победных очков принесет. Если он там один легионер, а никакого цвета другого нет. А так будет за каждого легионера минус три очка. Потому что как-то тут у меня уже мало. Наталья, все, третий раунд у нас закончился. Мы открываем третий, последний жетон потребности. Да? Ага. Ты смотри, хлеб, что я набрала. Чтоб нам быть в кадре и чтоб эти жетончики все три были. Смотри, у нас они все три разные, Наталья. Все-таки хлеб вышел, блин. Три разных жетона, три разные потребности. Их желательно все удовлетворить вот этими вот жетонами в конце квартала. А так получишь минусовые победные очки. Ну, последний раунд в квартале. Последний пошел. Ты же там химичен. Ну, ладно, я возьму этих пять. Пять. Раз. Оранжевый сюда пришел. Два. Еще надо посмотреть. Ну, что ты так много взял? Три, четыре, пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Время летит неумолимо. Я закончил варки. Теперь могу выбрать один из этих жетонов. Так, и он у меня упадет вот сюда вот. Много рабочих? Это хорошо. Я вот сюда. И здесь как раз есть желтенький уже. Этот прыгает сюда. Все, я выполнил только основное действие. Ваш ход. Ну, мой ход один. Один. Время идет только на один час. Один. И я здесь отрабатываю жетончик трояны. Я могу взять две карты, потому что у меня есть розовенький. Давай по порядку. Ты получаешь три победных очка. Угу. Ну, тут нарисовано. У тебя есть зеленый и есть там орань. Подожди. И розовый. И розовый. Все, есть. Ты берешь две карты сверху колоды. Только сверху. Только сверху. Мне как бы и надо сверху. Есть к себе на руку. В конце игры каждая карта на руке, которую ты не разыграла, не отправила на корабли или каким-то другим способом не разыграла, приносит одно победное очко. Это однорозовая карта. Одноразовая. Жетончик. Пока копи карты. Коплю пока. Работает основное действие. У тебя же еще основное действие, да? Я же на это работала. А это строительство. У тебя два работничка готовы. Да, у меня готовы. Ну, теперь его нельзя лишь бы куда тыкать. И я возьму двери. А только по горизонтали или по вертикали уже крайне сыгранным. Твоим. Четыре победных очка. Двери. Окошечко у меня есть? Беру двери. Двери. Прошу вас. И я... Четыре. Раз, два, три, четыре. Наталья меня пытается догнать. И у меня дополнительное действие в Сенате. Ну, ты просто топаешь. Ну, да. Хочу здесь. И получаешь три победных очка. Вдруг что-то получится. Ну, конечно. С картой работать. Я уже знаю, что ты там что-то хочешь. А мне так не очень интересны эти жетоны. Два, три, четыре. Еще раз в Сенат. Ну, теперь все. Как попасть на корабль? Раз, два, три, четыре. Вот отсюда взять. Четыре. Сразу. Раз, два, три, четыре. Все, четыре. Там у нас все позаканчивалось. Здесь у меня должен упасть оранжевый. Здесь, ну, пускай будет розовый. Здесь беленький. И здесь розовый. У меня уже здесь все готово. Я в этой чаше закончил движение. У меня срабатывает бонусный жетон. Потому что здесь есть и оранжевый, и синенький. И плюс два победных очка здесь на лицо. Хорошо. Раз, два. Блин, не привык я к синему цвету. И сразу два человечка, два моих подданных превращаются в легионеры. Это в зону. Зону. Шлем. Да, все. Это жетончик сбрасывается. Теперь кораблик. Наконец-то. Что можно делать в порту, Наталья? Есть четыре различных действия, но я должен выбрать что-нибудь только одно. Первое. Я просто беру одну карту со сброса. Те карты, которые я вижу. На руку. Или я могу взять две карты с колоды. И выбрать одну. Одну сбросить. Одну выбрать к себе. Да. Одну сброс пойдет. Потом я могу две карты сыграть с руки перед собой. И такое же, одну или две карты сыграть перед собой. И такое же количество карт одну или две добрать. Да. Себе на руку. С колоды. Получается, когда мы берем просто со сброса, мы берем только одну карту, вроде не пополняется потом сброс. Это пополняется только сброс, когда мы в начале игры с тобой разбирали. А потом что-то я в правилах такое не нашел. И четвертое, что сможет сделать игрок, это отправить на один из кораблей сеты каких-то товаров, которые есть у тебя. И я, наверное, сейчас это продемонстрирую. Не знаю, в этой партии что-то мне не везет. Я так посматриваю. Что мне придет там в слепую, не знаю. Но у меня на руке есть три одинаковые карты. Ой, разные. Ой, я думала, одинаковые повезло. Нет, если одинаковые, 12 побед на хашку. Да, хорошие победные. Что интересно, я как бы гружу этот товар на корабль. Вот на этот корабль, где требуется до четырех карт, ну, чтобы они все были разные товары. Они не уходят в сброс. Они находятся перед тобой до конца игры. И в конце игры они еще могут принести победные очки, если у тебя будут какие-нибудь комбинации вот этих карт. Вот видишь, у меня вот этот свиток в конце игры принесет три победных очка. Ну, каждый свиток уже. И я сейчас три карты отправил, это шесть победных очков. Ну, все равно немножко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выиграл. Ну, кораблик этот переворачивается серой стороной. И здесь уже победных очков меньше. Если я уже туда пойду, мне уже будет меньше победных очков. Все, я выполнил основное действие. Так, и у нас что? Уже четвертый жетон потребностей не открывается, Наталья. Да. У нас закончился с тобой квартал. Вот этот жетончик уходит. Да, но первое, что мы с тобой должны сделать, это удовлетворить потребности населения. Угу. Как я уже говорил, вот эти жетончики многоразовые, большие, квадратные. Вот это я удовлетворяю религию. Он у меня остается. Зрелище я удовлетворяю. Но я должен сбросить этот жетон. Маленький жетон формы, он уходит. Хлеба у меня нет, Наталья. Говорила, бери хлеб. А раз я одно какое-то неудовлетворение не удовлетворил, минус четыре только победных очков. Раз, два, три, четыре. Ну, ты все равно далеко от меня уши. Наталья, ты теперь доказывай, что ты тут. Ну, у меня есть зрелище. Жетончик Трояна. Я могу этот не выбрасывать. Этот может сохраниться, да. Могу сохранить. Один жетон на одно удовлетворение только идет. Хлеб я накормлю своим. Своих подданных. И зрелища. Ой, не зрелища, а религия. Козыря. Козыря. Джокер. Это джокер, который может заменить любую потребность. Жалко, конечно. Наталья отмазалась, ушла без каких-то минусовых победных очков. Ну, ты же знаешь, я так люблю, да. Ну, эти жетоны можно тоже сбросить, правильно? И, чтобы они нам не мешали. Плюс работаем с Сенатом в конце каждого квартала. Смотрим, у кого больше голосов. У Натальи три голоса, у меня два. Наталья, ты первая выбираешь один из этих жетонов. Ну, наверное, возьму, чтобы... Получить девять победных очков за хлеб, если он у тебя сохранится. Может, если он у меня сохранится. Хорошо. Ну, хлеба смотри. Ты смотри, сколько много хлеба. Подожди, а здесь ты последний шут ходил, да? Да, да, да. Чтобы потом... Потом твой ход, наверное, будет. А я, как второй игрок, забираю то, что осталось, и кладу его не очень хорошей стороной, серебряной. Тут за колонной получаю два победных очка и за шкуры. Ну, у меня нет ни того, ни сего. Мне не так интересно было прокачиваться в Сенате. И вот при подсчете голосов, если бы у нас были эти жетончики, они тоже бы все плюсовались, Наталья. Но у нас такая распадочка, что мы только по этому отработали. Я любила их забирать. А что, если бы у нас было равенство? Кто выше находится, тот и победил бы. Да, вот ты следующий шел, ты победил. Кто выше в стопочке, если мы у нас... Ты последний победил. Да, одинаковое количество голосов бы было. А потом трек обнуляется. И кто стал консулом, ты первым место занял. А ты будешь у меня сверху находиться. Это тоже важно. И еще в конце квартала, конечно, сбрасываются... Вот если бы у нас, Наталья, были вот эти вот жетоны. Использовал ты их, не использовал голоса эти в Сенате. Они бы все равно сбросились бы. Потом весь форум слетает. Эти жетоны выходят из игры. Наталья. Я три новеньких дополнительных действий беру. А теперь мы пополняем жетонами. Ну, в правилах написано, где-то наш мешочек. Во-первых, мы должны пополнить наши провинции. Ну, там, где пустые, нет жетона. Два. Нет полководцев и нет легионеров. Только те участки пополняются случайными жетонами. Ну, Верхняя Германия. Здесь никого нет. Никого нет. Вот Джокер по картам вышел. Опять. Вот этот не пополняется. Потому что здесь есть полководец. И вот этот не пополняется. Мешаю. Он как бы мешает. Наталья, ну-ка, при игре вдвоем еще шесть жетонов форума здесь появляется. Мне же хлеб надо. Чтобы нам не упустить. Только сказала, и хлеб вышел. А, два новых бонусных жетона выходят на следующий квартал. А что ты все хлебы повыходи? Упс. Господи. Здесь какие-то украшения. Драгоценные камни приносят победные очки. Что-то у меня нету такого ничего. Сергей, ну я не специальная. А здесь яблочки. О, и посуда эта вышла. Сергей, ну я не знаю, ты или плохо помешали, или что. А, я не знаю. Мы для того мешочек придумали, чтобы легко было мешать. Это ты хлеба понасунула, потому что ты взяла 9 побед. Можно один заменить. Нельзя. Это рандом. Ну, ты даешь, извините. Шутка юмора. Потом мы должны все корабли перевернуть цветной опять стороной вверх. Это не забывать. И потом мы квартал первый убираем из игры. Чтобы не запутаться. Чтобы мы с тобой бесконечно будем играть. Ну, и ты начинаешь. Раз я закончил, начинается у нас. Вот все, мы уже 4 раунда отыграли. Пятый раунд. Всего 16. Второй квартал. Четверочку возьму. Четверочку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончила ты. Ух ты, твой любимый политик. А я думала, здесь закончу. Нет. В сенат идешь. Раз, два, три. Да? Угу. Давай в сенат. Бум. Два победных очка. Здесь же хочется. Пять победных очков. А ты там хворила, что у тебя есть яблочко. Ты на это намекаешь? Нет, я что-то не знаю. И плюс, видишь, вот этот чайник здесь, блин. Посуда эта. Дополнительные победные очки. Тут можно разным способом развиваться. Что я думаю? Хотела сюда. Может попробовать сет собрать. 20 победных очков в конце игры. Бах. Ну, тоже. Так, как мне остановиться здесь? Чтобы у меня было больше рабочих. Пока отсюда не ушли. Смотри, Наталья, я беру этих два бочоночка. Бах, бах. Два времени у нас. Раз, два, прошло. У меня бонусный троянский этот жетон срабатывает. Потому что у меня здесь оранжевый, желтый есть. Я зарабатываю еще два победных очка. У меня 30. Плюс, перед основным действием, я должен до конца этот жетончик разыграть. Два подданных превращаются у меня сразу в два штучки, в строителей, в рабочих. А теперь основное, слушай, основное действие здесь, я тебе вот, бум, и тоже два победных очка еще зарабатываю. Иду в сенат. Ваш ход. Иду в сенат. У меня вообще нету этих жетонов форма. Закончились. Раз, два, три. Давай вот эти возьму. Три времени. Раз, два, три. Раз, два, три. Угу. И я могу только основное действие, выбрать арку Трояна. Любой верхний жетон. Давай будем на карты работать. Барс, арка по кругу. А этот дальше идет. Мой ход. У меня много там солдат уже накопилось. Беру четыре вот этих вот. Ты тут хочешь, я не смотрю. Раз, два, три, четыре. Да, вроде снижу у зайца. Раз. Мне огонь надо. Вот там все хлеб. Ой, надо было хлеб брать. Сергей, можно я хлеб возьму? Четыре. Подожди. Четыре. Какой хлеб? Можно я хлеб возьму вместо этого? Бери. Ты мне разрешаешь? Ну хорошо. Ну твой любимый хлеб. Достаточно. Мне ж надо, чтобы этот хлеб остался. Никаких дополнительных умерений здесь нет. Он мне девять победных очков даст. Смотри, шлем, Наталья. И скорее всего я запущу вот сюда. Не обязательно соседнюю. Он телепортируется к своему полководцу. Есть такое действие. Я что-нибудь одно. Я бы мог полководца передвинуть, конечно. Но я запускаю его, и он мне приносит так, как он тут один. Пять победных очков. Раз, два, три, четыре, пять. Это я шлем сыграл. И у нас закончится раунд. А в конце каждого раунда у нас открывается потребность. Это уже потребность на второй квартал. Хлеб, Наталья. Ты уже защищена. Я-то защищена, но хлебом может тут и все три выйти подряд. Ты знаешь что, пойду в строительство. Пойду в строительство раз, два. Раз, два. Молоточек, да? Да. Ты закончила свое действие на молоточке. На молоточке. У тебя есть еще, в принципе, один миппл рабочий, готов пойти и что-нибудь тебе принести. Я пойду на фонтанчик. Фонтан, бери, который четыре победных очка приносит. А смотри, есть фонтаны два победных очка, а есть четыре, да? Да. Я думал, у них у всех одинаковое количество победных очков. На. Я беру фонтанчик. Раз, два, три, четыре. Наталья, у тебя 25. А он мне дает возможность сходить на корабль. Фонтан дает возможность прийти в порт. Да. Выбирай одно из четырех действий. Четыре разные карты. Четыре разные карты, ты их играешь перед собой. Они не уходят, они в конце игры тебе смогут еще принести победные очки. Как-нибудь так, чтобы ты была в камере. Осторожненько. Я тебе немножко подвину, вот так вот, и по две вот так вот складывай. Ну, ладно. Чтобы было зрителям видно, что ты там заканчиваешь. Главное, что они не уходят, и я же в то же время... Ты, значит, воспользовалась вот этим кораблем, где нужны четыре разные карты. Да. С разными товарами. Восемь победных очков у тебя в кармане, но он переворачивается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наталья выполнена строительство, пошла. У меня тоже много очень шуриков строительства, но я хочу показать, как работают дополнительные действия. Смотри, Наталья, я беру вот этих два. Нету. Значит, у нас время на раз-два только штопает. Сюда белый, сюда розовый. Я здесь закончил. У меня нету здесь формы дополнительного действия. Но у меня есть... Если я буду выполнять вот это действие формы, я могу потратить жетон дополнительного действия, чтобы это выполнить дважды. Дважды. Ну, раз у меня здесь есть умножитель плюс два, значит, я, сбрасывая этот жетон, этот остается плюс два, смогу действие форма выполнить трижды. Я три раза выполню. Хлеб мой не забирай. Не, ну, один хлеб я возьму. Я шучу. Потом возьму еще раз второй жетон. Хлеб идет сюда. И... В Сенате, допустим. А почему нет? В Сенате, чтобы с тобой бороться. Если я пойду в Сенат, я смогу его дважды выполнить. Угу. Я три жетона взял. Да? Раз, два, три. Надо еще вот эти вот умножители побрать. Вот это тоже выход одна из стратегий. Наталья, все, мой ход закончился. Ваш ход. Мой ход, да. Вот, не знаю, мне один. Давай я одним похожу. Мне сюда надо. Время только на один. Шпок час. Угу. Наталья пришла. Кораблик. Ну, конечно, у тебя там столько фишек, они, наверное, срабатывают. Тут уже срабатывают. Есть и зеленые, там и синие. Слушай, пять победных очков приносит этот жетон. Наталья, раз, два, три, четыре, пять. Меня уже обгоняет. Ну, и плюс один у тебя в зеленую зону. Легионер. Твой подданный превращается в легионера. Угу. Еще за борт. И основное действие кораблик. Кораблик. Значит, ты посещаешь порт. У тебя карт на руке нету. Я могу взять карты. Значит, грузить на корабле ты ничего не сможешь. Нет. Ну, ты несколькими способами... У меня есть одна карта, но нету смысла. Или ты берешь сразу в открытую одну карту. Или ты сверху берешь две, но одну потом взбрасываешь. Беру две. Ой. Да. И одну карту в любой из двух сбросов. Или сюда, или сюда. Да, смотри, какие бонусы могут быть. И какие сеты надо составить, допустим, чтобы грузить на корабли. Не повезло. Одинаковые карты очень хорошо собирать. Но это редко очень получается. Редко. А тут у нас так уже хорошо они перемешаны. 20 с очков можно хапнуть. Что они одинаковые, что что-то не идут. Все, ко мне ход переходит. Я беру пять бочоночков с этой чаши. Раз, два, три, четыре, пять. Так, пока раунд мы... Нет, подожди, пока не открывай. Нет, нет, я не открываю. Мы отыграем только в конце... В конце моего хода. Так, что мне придумать? Тут розовенький надо оставить. Зелененький. Беленький. Это сюда. Семь. Синий. Это сюда. Все, по кругу разложил. Здесь я закончил свое приключение. Здесь молоточек нарисован. Хорошо. Молоточек это строительство. Никаких бонусов у меня здесь я смотрю нет. Значит, я только один раз что-то выполню. Но у меня куча здесь рабочих. И вот собирать сет попробовать... Ну что это такое? А попробую собирать сет. Никогда не пробовал. Это четыре победных очка. А почему нет? Раз, два, три, четыре. Наталью, обгоняем. И раз у меня этот второй жетон, он мне только четыре победных очка принес. Дополнительного действия он мне не приносит. Но я постараюсь хотя бы из трех сет насобирать. У меня есть такая возможность. Ну что, все отработал? У меня только было основное действие. А, у нас конец. Еще открывается один, да? Угу. Хлеб. Я же говорила, я говорила. Как мне надо хлеб, так будет. Второй хлеб. Сейчас еще и третий вылезет. Ну хорошо, тебе здесь близко до хлеба. А, да. Здесь три хлеба. Ну, надо идти. Или выполнить вот это. Так вот это, видишь, где розовый у меня, как далеко. Если бы так и так, раз, не получается. Давай, пойдем. Ну, смотри, у меня семь штук. Представляешь? Семь штук. Ну, надо. Раз, два, три, четыре, четыре. Розовенькие я здесь оставляю. Сейчас у нас раунд быстро закончится. А это не знаю, как пойдет, как пойдет. Да, тут получается в некоторой чаше уже лягут по несколько. И сюда я пришла, но пришла не тем, чем надо. Ни розовым. Не розовым. Наталья, значит у тебя этот жетон не сработает, но зато у тебя сработает форму. Форум Хлеббюро. Хорошо. Хотела другое взять. На здоровье, как говорится. На здоровье, мама. Мой ход. Я хочу вот этих девять победных очков схапать. Может мне отсюда взять троечку? Ты как-то любишь эти победные очки. Раз, два, три. Время. Раз, два, три. Блин, арка. У меня нет никаких бонусов. Я буду выполнять только основное действие. Возьму девять победных очков. Здесь у меня есть синенький. Второй синенький сюда пригнать. Что-то получится. Может успею. Арка перемещается сюда. И у нас закончился как бы третий раунд. Наталья, зрелище. О, повезло. Два хлеба и зрелище. А то я уже занервничала. Ну, не очень хорошо. Все, последние круги и у нас квартал заканчивается. Ну, так пойду, Сергей. Вот так. Единичкой. Один. Иду на форум, чтобы взять еще один хлеб. Все-таки хочу, чтобы у меня один остался. Вдруг потом не получится. Сейчас уже скоро конец игры. Не, получится. Они же здесь остаются. Ну, там остается. Здесь пять штучек, да? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, давай такие сделаем. У меня кораблик не получается. Сюда синий, раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Опять? Вот так вот. Опять. Здесь я закончил. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. И у нас шлем. Шлем. Ну, перемещусь я в соседнюю локацию своим полководством, чтобы взять шлем. Зрелище нужно. То минус девять победных очков никак не хочется получать. Правильно? Не хочется минус девять победных очков получать. Так хоть какую-то я потребность постараюсь выполнить. Ходите. Я в раздрае. Ты всегда в раздрае? Да. Что ты такого слова дурдой применила? Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Опять у меня ничего не получается, но я иду на свой любимый форум и забираю, чтобы потом в варочку сходить. Дополнительное действие. В варку. Ну, хватит уже хлеба, да? Хватит хлеба. Так, раунд у нас еще не захочется. Он ко мне переходит. Раз, два, три, четыре, пять. На форуме можно взять хлеб. Ну, ладно, так и сделаем. Здесь ведь я никак еще пока не остановлюсь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. О, ты перешел? Да, сейчас перешел, но я до конца доиграю. Форум у меня, видишь, какой хитрый? Я могу три жетона взять. А я не буду выполнять. Не буду тратить. Ну, пускай она будет. Я только основное действие выполню, чтобы взять хлеб, допустим. А почему ты не хочешь огонь на следующий раз брать? Они же остаются. Нет, только огонь у меня есть постоянный. А-а-а. Это если только два года? А если я потрачу этот жетон, то мне как бы... Ну, я не хочу брать огонь. Ну, понятно. Пускай останется дополнительная действие. Я могу его не тратить. А я сюда схожу тогда, чтобы... Подожди, подожди, моя дорогая. У нас квартал закончился. Куда ты пошла? Я знаю, я знаю. И что? Удовлетворяем потребность. А это надо сбросить два хлеба. И я все жетоны сбрасываю. Доказываю, что я потребности все избегаю. А это у меня есть. А это у тебя постоянное. Он не сбрасывается. Зрелища ты прошла. В принципе, их нужно выбрать. Потом мы работаем здесь. Уже ли я первый игрок? Ты выиграл. Несмотря что у нас одинаковое количество голосов. Два у тебя, два у меня. Я сверху нахожусь. Значит, я имею право выбрать. И у меня будет оно золотой стороной. А у меня серебряный. Возьму тут хоть что-то. Можно будет эту схватить. А ты переворачиваешь. У меня тоже хоть что-то. Два победные очка. Если это сработает. Их еще надо выложить. Потом я был первый. А, мы так остаемся. Так и переносимся сюда. Так, это уходит, да? Это уходит. Эти все уходят жетончики. Сейчас, чтобы не прутить. Жетоны, жетоны формы. Угу. Давай работать. Пополняем новыми. Ну, конечно, бонусные жетоны. У нас два штучки. Опять я сейчас... Вот, в конце игры девять победных очков. Если у тебя хотя бы один жетончик формы есть с религией. Пять, шесть. Надо было брать. Да, это хорошее. А, вот он и вышел. Потом одно победное очко за каждого строителя. Которое находится именно вот. Видишь, значок такой в строительстве здесь. Вот, и мне неплохо взять. Ну, тоже так. Ну, он по одному. Уже не безнадежный. По одному, да. Так, провинции нам пополнять нужно. Смотрим. Нет, провинции мы невозможно. Что-то мы сюда не пошли. Потому что, если тут даже легионер находится, нельзя класть сюда жить. Никак не могу на военное попасть. Ну, что это такое? Сережка, а что ты это вот не берешь? Потом жетоны корабли переворачиваются. Ничего не беру. Бери сама. А мне не надо второго. И у нас второй квартал уходит за борт. Начинается, Наталья, третий квартал. Да, и ты будешь сейчас ходить. Потому что вроде я закончил. Да. Ты там хулиганил. Третий квартал. Пол игры сыграны, как говорится. Находи, Наталья. Пойду в арочку. На единичку. Оп. Время идет. У меня я могу два раза в арочку сходить. Вот сюда. Вот этот уходит у меня. Да. Два любых жетона. Можешь и два одинаковых выбрать. Давай. С одной стопки можно уже выбирать. Это только в начале игры сразу. Давай вот сюда. Стопок. Ага. Ты хочешь еще одного рабочего запустить? Ну, сразу клади, чтобы арка передвинулась. Под арку. Ну, давай еще на карты поработаю. И жетон перемещается. Ход переходит ко мне. Я тоже делаю только одно движение. Время у нас замедлится таким способом. Ну, чтобы выполнить вот этот вот жетон, Наталья. Смотри. У меня есть здесь два синих. Девять победных очков у меня в карман. Ну, это жетон сбрасывается. Я синенький. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Пятьдесят очков есть. Теперь у меня тоже арка. Вот под эту ляжет. Пойду опять на победные очки. Наталья. Почему бы и нет? Ну, ладно, выставлю эти две карты. Никто не берет. Ходи. Почему бы нет? Ты хочешь кораблик замутить? Да. Ну, посмотрим, как ты это сделаешь. Нет, я не замучу кораблик. Но мне... В порт ты ходишь или нет? Как бы надо. Этот не хочу трогать. Так, этот желтенький здесь. Раз, два, три, четыре. Четыре бочоночка. Три, четыре. Ты остановилась на кораблике. Мне надо сюда розовый подогнать. Поэтому я стала двигать. Ну, и что ты там решила? Четыре. Выложу две карты и возьму две. Есть такое. Одно из действий, когда вот одну или две карты выкладываешь и одну или две добираешь со стопки. Ой, как плохо. Сейчас бы так хорошо одинаковые мне были. Да, нет, нельзя. А уже все. Да. Надо было выбрать действие, когда ты берешь две карты. Ну, одну бы сбросила, одну бы на руке и у себя оставила. А эти уже были отправлены раньше. А, ну да. Раньше были отправлены. Если бы я их копила... Наталья, ну, у тебя есть вот эти драгоценности, да? Ты два победных очка будешь получать за каждую драгоценность. Да. И за каждую вот эти алмазы или вот эти драгоценные камни тоже. Ну. Ну, как бы ты работаешь на победы очки. Графинчик еще какой-то. Так, у меня здесь пять же тонн. Раз, два, три, четыре, пять. Приду в форум. А мне не хотелось бы в форум. Мне надо как-то прийти вот сюда вот. А сюда как-то не получится прийти. Не получается. Так. Раз, два, три. Пойдем сюда. Ну, мне надо, чтобы сюда пришел оранжевый. Вот, беру. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Раз, два, три, четыре. Пять. И здесь я выполню, могу два раза выполнить. Наталья, я два раза выполняю. Сбрасываю жетон дополнительного действия. И два раза выполняю Сенат. Сенат. Раз, два. И пять победных очков у меня в кармане. Пятьдесят пять. И три голоса. Как он пошел, как он пошел. Как я отстаю. Я все на это работаю и отстаю. Подожди, открывается у нас весь прошел. Раунд. Вот, потребность. Хо, у меня потребность есть одна. Пока об этом не думаем. Кто думал? Три берешь, да? Раз, два, три. Так, сюда синенький, сюда мне розовенький второй надо. А сюда мне желтенький надо. И ты закончилась в военном лагере. В военном лагере и я своего парня сюда. Десять победных очков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У тебя в кармане. Здесь есть победных очков. Этот хлеб, чтобы сделал. Короче, все хочется, но не все получается. Не все получается. Желтый так далеко. Три беру. А этот два не доходит. Раз, два, три. И опять я в Сенате останавливаюсь. Раз, два, три. В Сенате я только могу на один раз сюда перейти. За четыре победных очка. Раз, два, три, четыре. Надо от Натальи убегать. У меня уже четыре голоса в Сенате. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Что-то я в Сенат пошел. Я не туда должен идти. Ходите. Мне в Сенат неинтересно идти. Желтенький у меня тут есть. Мне надо сюда зелененький. Желтенький уйдет. Неинтересно. Ага. Ну, давай эти... Три будешь разбрасывать. Раз, два, три. Точно. Опять Сенат. Тебе же надо как-то здесь остановиться. Так никак не получается. Нет, но сначала тебе придется сюда перегнать. Ну, да. А потом тогда три туда. Да, если ты в свой хлеб наконец-то хочешь получить. Ну, ладно. Один. Но я тебе не подсказываю. Ты сама думай. Ну, я так думала, но мне уже вроде бы в арку и не надо. Время одно. Арка. Давай возьму, попробую. Может, у меня получится, надеюсь, победный. А почему бы и нет? Беленький там уже есть. Но осталось туда только синий пригнать. И ты это сделаешь. Наверное. А, ты оттуда белыми уйдешь. Белыми уйду сейчас. Ну, тут желтенький придет. Так, и у нас закончится раунд. Вот, вторая потребность открывается. Угу. Угу. Я так и думала. Религия. Блин. А я иду зарабатывать 9 победных очков. На два глаза. Молодец. Раз, два. Раз, два. Два времени прошло. Два оранжевых есть. Есть 9 победных очков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, этот жетончик сбрасывается. И раз я здесь остановился, у меня молоточек нарисован. Молоточек. Значит, я... Кучик-кучик, молоточек. Могу или сюда добавить мипла, или отсюда отправить и получить еще одну крышу. Правильно? По горизонтали, по вертикали. Ну, правда... Крышу? Ты же лестницу. Черепицу. А, ты черепицу хочешь? Это, у меня два победных очка, у меня 70. Ты же лестницу? И у меня третья уже сейчас. А, ты черепицу собирал, а мне показалось лестницу. Как бы 10 победных очков у меня есть. Если я вот эту еще успею схватить, Наталья может мне не дать. Я получу 20 победных очков в конце игры. Что-то у меня не получается. Я заела на этот хлебе. И чего я на нем заела? А теперь думай, стоит ли тебе хлеб получать. А хлеб может не выйти. Так уже надо получать. Может уже и не, ну еще и есть. Ходи. Давай. Давай будем эти три. Три. Раз, два, три. Любое. Ну уже есть, есть. Одно только победное очко. Раз, два, три время. Хлеб сюда. И на форум попало. Ну, естественно, беру огонь. Наталья не любит получать здесь отрицательные победные очки. Она закончится о народе. Да. Я хороший император троян. Ну, четыре. На четыре пойду глаза. Раз. Нет. Раз. Два. Ай, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Опять я остановился на молоточке. На молоточке. Ну что, буду пытаться. Иду в строительство. Два, всего лишь два победных очка. Какие-то жетончики. Правильно. Ты туда пошел, и туда. Молодец. Разумница. Окошко. Два победных очка получил. И раз он первый здесь жетон, дополнительное действие. У меня будет шлем военный. Что будет третьей потребностью? Идет. 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 А хлеб будет или что? Или хлеб уже весь вышел? Я всегда в той игре здесь побеждала. А теперь я тут в сенат не хожу. Ну что, ты отработал? А я просто отправлю сюда, и получу три победных очка. Раз, два, три, семьдесят пять. Ну да. Как бы. Ходить. Ну я пойду вот все эти шесть, Сергей. Все шесть. Все шесть. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Скоро откроешь жетон, но когда ты доиграешь. Сюда вроде бы мне любой. Ну почему любой? Желтенький туда. А, желтого у тебя нету. Нету тут. У меня. Тут зелененький оставлю. Тут синенький оставлю. А тут уже мне как бы без разницы. Ну пока, да. И опять прихожу. Здесь надо продумывать, блин, на три-четыре хода вперед. Опять в форум. Мозги так лопнут. В форуме что ты будешь брать? Ну что, огонь. А, откроется не сейчас. Да, берешь огонь. Огонь. И только после этого, когда ты заканчиваешь свое основное действие, открывается. Если там еще третий огонь. А я так и знал. Ну так, беру шесть. Шесть. Раз, два, три. А ты сделал шесть, Сергей? Пять. Так подожди, шесть. Я же не успеваю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По идее, ты должна это делать. У меня опять молоточек, молоточек, но я просто отправляю сюда одного, потому что у меня закончили с рабочим. Шесть, четыре, пять. Ходите. А у меня нету. Ладно. Подожди. Ага. Двуечка. Если я отсюда уйду, я все равно приду сюда, в арку. Мне неинтересно в арку. А что ж я думаю? Мне надо ведь второй огонь. Давай я беру пять. Уже все. Беру пять. Раз, два, три, четыре, пять. Квартал закончился. Сюда желтенький. Сюда больше желтенького нету. Туда беленький, конечно, пойдет. Туда беленький. И на молоточке ты остановилась. А это строительство у нас. Да. Ну, тебе только одно, запускать сюда работник. Только запустить. Ну, он хоть тоже даст какой-то победный очко. Ну, и квартал у нас закончился, потому что три жетона уже есть. Четвертый жетон не выкладывается. Не выкладывается. А мы начинаем по требности. Так. Блин. Я что, я залетел на минус девять победных очков, Наталья? Два, и это остается. А это у меня есть. Ну, ладно. Почему? На сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Назад. Потому что я удовлетворяю только религию одну. А ты на это не смотрел, правильно делал. Зато вперед ушел. Молодец. Ну, не заботишься, я совсем о населении. Ну, все, удовлетворил. Ты полностью удовлетворила, без штрафов, да? Да. Я с очень большими штрафами. Теперь смотрим здесь. Здесь я побеждаю. Здесь ты? Что ты возьмешь, я не знаю. Ну, здесь по одному. Ну, у меня здесь не будет столько. Я столько не заработаю. Наверное, я это возьму. Потому что у меня здесь больше голосов, правильно? У меня это отстает. Серебряной стороной. Серебряной стороной. Сенат мы разыграли. Всегда в конце квартала. Вот еще одного сюда отправить. Потом мы обнулились, обнулились с тобой. Жетоны формулы слетают. Слетают все. Пополнять здесь у нас нечего. Ну, Натали, ты все красиво сделаешь здесь новинки, да? Ну, последние, да. Последние. Последний квартал. Поменяется. Три победных очка получить за каждый золотой бонусный жетон. Три победных очка. Вот это неплохая штучка. А здесь за рыбу и за вино. Виноград. У меня такого нету. Ничего. У тебя такого нету. Значит, борьба у нас будет за этот жетон скорее всего. Раз. Если там в Сенате кто-то хочет. Раз. Ну, все. Третий квартал уходит за борт. Тут у нас, говорят, что только последние. Попоследние четыре раунда. Как тебе повезло. Один огонь. И мне тоже повезло. Потому что мне тоже огонь нужен. Жетоны кораблей переворачивать не нужно. Начинается новый квартал. Новый ход. Двой голос в Сенате. Наталья, мой ход. Ты же там что-то последнее отворила. Я тут уже. Или я уже запутался. Я. Я. Я последняя. Да, ты же вроде что-то. Я выставляла вот этого мальчика. Рабочего. Раз, два, три. Блин. Проскальзываю со свистом. Мне надо срочно добиться хоть 20 победных очков получить. Так. Раз, два. Время идет на два. Проскакиваю. Я остановился на строительстве, на молоточке. Значит, я этого отправляю и беру жетон с черепицей, который приносит мне пять победных очков. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это четвертый жетон, это 20 победных очков у меня уже в кармане сет из четырех. Ты упустила, Наталья? Сюда. Что? 20 победных очков у меня в кармане. Ходи. Ну, пропустила. Ну, это в конце игры. Пропустила. Видишь как. Беру три. Ты там следишь. Я уже видишь, ты меня... Три. Раз, два, три. Ты меня уже расстроил. Стараюсь следить. Ну, сорок победных очков взял. Я стараюсь следить. Подожди, я отсюда взяла? А что-то я тут оставила. Ты смотри, там не мухляй, не мухлюй. Я ж отсюда взяла. Ты должна была распределить. И тут... А где ты остановилась, моя дорогая? Вот здесь, да. У тебя там работает. Бери жетон Трояна. Два желтых. И есть два желтых. У тебя в той чаше. Раз, два победных очка. Два победных очка и два мипла у тебя становятся рабочими. А теперь выполняй основное действие. Это шлем. Шлем. Хорошо бы. Вот, как можно в Британию попасть. Ты, в принципе, с этого можешь попасть в Британию. Видишь, пунктивная линия. Угу. Здесь 10 победных очков. Вдруг может получиться хватануть. Да, ты сможешь дважды выполнять действие арки Трояна. Жетончик твой. Ай, он мне не особо нужен. Мне бы сейчас опять на военную нарваться. Куда было? Я на два хожу, потому что вот эти жетончики я распределяю по чашам. И у меня форму. Но так как у меня есть жетон дополнительного действия, я смогу форму выполнить дважды. А так как у меня жетон плюс два, значит я смогу даже трижды выполнить. Я беру раз, два и допустим беру вот этот жетон, чтобы у меня голосок был повыше, чтобы Наталья его не схватила на всякий случай. Какой вы плохой мальчик. Я трижды выполнил действие и у нас закончился. И посмотрим. Хлеб, слушай, хлеб еще все-таки остался. Все-таки еще хлеб остался. А ты его не хочешь. Ну я, Сергей, беру вот эту троечку. Раз, два, три, чтобы сюда прийти. Раз, два, три. Второй раунд в квартале у нас пошел. Три. Есть у меня беленькая и синенькая. Просто девять победных очков. Просто, блин. Просто у тебя шестьдесят. Непросто. И плюс у тебя еще арка работает. И, кстати, арку ты можешь выполнить дважды, если у тебя будет желание. Давай. Пускай будет. Два любых жетона выбирай, но по очереди. А я могу два подряд? Да. Давай попробую. Я не вижу ограничения. Давай попробую. А вдруг получится? Так и так. Ну, наверное, не получится. Ну, как-то надо тебя догонять, а тут я уже не вижу. Пока есть в стопке надо разбирать. Я четыре. Раз, два, три, четыре. Беру с этой. Раз, два, три, четыре. И останавливаюсь я на шлеме. Ты знаешь, я перейду вот в эту область. Белгика. Белгика. Что это такое? Но зато я получил хлеб. Жетон хлеба. Я передвинул полководца в соседнее. А вот эти вот уже никак не перемещаются, легионеры. Ну, я вот могу отсюда сюда катапультировать. Ты там отметил, да? Да. Я одну только. На здоровье. Время. Я иду в форум, чтобы взять священный этот алтарь, как я его называю. И все так просто? Ну, да, вдруг выйдет. Тут еще и два огня может выйти. Ну, ты знаешь, мне еще назад отойти. Это вообще. Я беру три бочоночка. Раз, два, три. Мне надо остановиться в Сенате. Раз, два, три. В Сенате я просто перемещаюсь, получаю два победных очка. Молодец. У нас открывается, у нас ресторан закончился. Второй хлеб, елки-палки. Ну, вот видишь, как останусь без хлеба. И не получу девять победных очков. Вот и все. Давай я иду сюда в военное. Угу. На единичку только. Бум, время течет. И сюда перейду, чтобы получить десять победных очков. Шестьдесят, семьдесят. Семьдесят. О, и все. Взять вот этих вот раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И опять на военном деле. Ну, давай заработаем минус четыре победных очков, а так шесть заработаем. Ладно, да, я заработаю шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, надо разбрасываться. Я не вижу смысла. Шесть, Сергей. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раунд закончился. Сюда желтенький. Сюда. Не спеши. Мне все равно какой. Сюда желтенький. Сюда уже желтенького нету ничего. А ты куда желтенький? Надо было сохранить желтенький до этого. Или ты? Так я и сюда, и сюда. А, тебе и там желтый нужно, и там. И где ты остановилась? И сюда пришла на свое место. Шлем? На военное. Ну, давай хоть сюда пройду. Нет, сюда сразу пройти нельзя. В соседнюю локацию можно. Наталья, как ты так перепрыгиваешь область? Я не вижу. Лугдунскую галлю ты перепрыгнула? Ну, мне, да, я хотела вот это забрать. Вот, бери. Если тебе нужен. Не нужен он мне. Ну. Придется брать. Ты перепрыгнула. Угу. Ну, и открывается последний жетон. Ну, и что у нас? Зрелище. Два хлеба и зрелище. И зрелище. Раз. Два. Время идет только на два. Я иду на форум. Возьму молоточек. Может, у меня получится дважды выполнить действие строительства. Ходи. Ну, я одним попрошу. Одно время только. Чтобы сработала вот эта карта. Жетон у тебя сработает, потому что у тебя там есть и желтый, и зеленый. Две карты возьму. Цилиндрик, три победных очка. Раз, два, три. Ты получаешь. И две карты берешь сверху колоной. Я взяла две и в форум. А, у тебя там форум. Ой, не форум, сенат. 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 И ты тоже, подожди, и ты тоже еще два победных очка заработал. Угу. Так, ладно. Раз, два. Иду молоточек. Раз, два. Игра подходит к концу. Раз, у меня есть дополнительное действие строительства. Второе. Первым я вывожу сюда работника. Вторым действием я забираю вот эту дверь. Ну, можно по вертикали, по горизонтали. Молодец. Это пять победных очков. Раз, два, три, четыре, пять. Приносит сама дверь. Выдирает от меня. И она первая у меня дверь в этой игре. А здесь, значит, я могу дополнительное действие выполнить в сенате. А это еще три. Раз, два, три победных очка. Ну, что? Один. Один. Ну, все равно я ничего там не заторможу. Один, ну, сюда теперь могу, да? Ну, да. Можешь перенести. Вот этот, три голоса, это твои становятся. Угу. Надо тебе хоть здесь перебить. Ну, если успеешь. Если успею, да. Ну, нафиг, я сейчас игру закончу. Вот этих вот беру. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, не успеваю я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут надо прекращать это. Раз, два, три. Ну, я, у меня все равно желтое не будет и белого не будет. Подожди. Нас отсюда? Ничего не будет. Все, пролетел он. А сколько у меня пылости? Я отсюда забрал, да? Раз, два, три, четыре, пять. У меня их шесть было. И раз отсюда пошел, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я себе тут должен был закончить. Наталья, я запутался. Ну, это мне ничего не дает. Ну, если даже я в форуме закончил, блин, я запутался. Ну, вот и бери то, что ты запутался. Не важно, что я запутался. И в корабле мне не очень было так, что ли. Это мне ничего не дает. Даже если я в форуме. Устали под конец. Очень напряженная игра, да, Сергей? Так надо ломать. Ну, что значит напряженная? Я получаю минус четыре победных очка. Потому что так-то я могу два житона этих сбросить. Но второго хлеба у меня нет. Раз, два, три. Ну, а я хлеб же сбрасываю. Хлеб. И хлеб у тебя есть основной. А тут нельзя сохранить. Нельзя. И плюс вот этот можешь сохранить. Ну, спасибо. У тебя есть основной. Он мне не нужен. Я тут не еду. Что ж ты хлеб не брала? А зачем тебе надо было брать это? Почему ты за хлебом не пошла? Ты можешь мне рассказать? Ты бы девять победных очков получила. А ты мне не здесь... Нет, моя дорогая. А ты хотела со мной почему-то здесь бороться в Сенате. Да, я в Сенате хотела бороться. А как ты со мной будешь бороться? У тебя три плюс два голоса, у меня три плюс два. А, и у тебя два. И я здесь дальше нахожу. И у меня три. Ну, зачем ты пошла бороться? Вот твоя ошибка была. Так бы девять победных очков было у тебя в кармане. А ты захотела со мной в Сенате бороться. А я хотела хватить, да. Ну вот, все, извините. А я не видела, что у тебя есть этот. А менять не видела. Ты забыла, что я взяла этот жетон? Да. Ну вот, надо помнить все. Я не забыла, я не видела. Надо следить за мной. Надо было следить за тобой и взять хлеб. Я бы делить победных очков получила. И в Сенате у меня три голоса плюс два. А этот хлеб не дает? Эти жетоны тратятся. А этот хлеб, что у меня есть, он не дает? Не дает, надо зелененький именно. Надо зелененький. Смотри, у меня пять голосов, у тебя пять голосов. Ты тоже тратишь эти жетоны. Эти жетоны нельзя оставлять на следующий раунд. Да, да. Так уже дима раунд, да? Ну, я здесь дальше нахожусь. Значит, я имею право выбрать один из этих жетонов. По правилам, по правилам. Конечно, я беру этот жетон, а ты переворачиваешь. У меня ничего нету, ни рыбки. И эти карты не смогла выложить. Они у меня на руке, представляешь? Я их не могла выложить. Они у меня на руке. Ну, все. У нас ведь нет уже конец четвертого квартала что-то пополнять бессмысленно. Я просто открываю страницу с правилами, чтобы не упустить, за что здесь вообще победные очки приносятся. Ну, да, правильно. Финальный подсчет победных очков, да? Конечно. Каждая карта товара в руке. Сколько у тебя карт в руке приносит одно победное очко? Четыре. Четыре. Раз, два, три, четыре. У меня вообще карт нету на руке. Я пролетаю. Каждый рабочий в рабочем лагере. Вот в этом лагере у тебя три рабочих. Раз, два, три. У меня ноль. Каждый легионер в военном лагере? Нету. Ни у тебя, ни у меня. Ни у тебя, ни у меня. Каждый жетон трояна на круге действий. Вот эти вот. У меня два. Два. Раз, два. Приносят победные очки. Каждый жетон трояна на круге действий. Каждый набор из трех одинаковых жетонов построек приносит 10 победных очков и 4 одинаковых 20 очков приносит. Наталья, раз. Подожди, у тебя было восемьдесят четыре? Восемьдесят три? Восемьдесят четыре это сто... Это сто три. Нет, у меня было восемьдесят... Вот тут ты стоял. Вот тут я стоял, да? Восемьдесят один, восемьдесят три. Это значит сто три. Сто три. Сто три. У меня набор из четырех. Молодец. Ты сюда пошел и делал, да. А я... А теперь все, бонусные жетоны. Ну, давай посмотрим, что у тебя. Три победных очка за каждый товар корова, будем ее называть, и пшеничка, которые только сыграны перед тобой. Только пшеничка. Три победных очка. Раз, два, три. Коров нет у тебя? Нету. Это сгорает. Это сгорает. У тебя так жетон хлеба и не удалось сохранить. Нет, не сохранила. Потому что ты начала за мной гоняться. Ну, тебе наказано. Серебряные пошли. Каждая вот эта драгоценность, у тебя две штуки. Две вот такие вот драгоценности. Четыре победных очка. Да. Раз, два, три, четыре. Потом каждые драгоценные камни по два победных очка. Нету. Все, следующую. Так, пол один и два. Один и два. Это что? Два. Только пол очка за каждого рабочего, который находится. Одну очку? Нет, у тебя полтора очка. А ты сказал вверх. Вверх. Значит, ты два победных очка еще получаешь. Ага. Следующий. А здесь ничего. У меня на руке такая была. Рыба и вино. Угу. Нету у тебя ничего такого. Нету. С твоими разобрались. Сейчас смотри как. Профессионалы играют. Ха-ха-ха. Так. За каждый свиток. У меня один свиток. Три победных очка. Раз, два, три. Ты далеко уйдешь. А потом шкуры. Ну, свиток этот отработал. Нету у меня ни шкуры, ни колонн. Тоже. Тоже были. Потом у меня нету никакого яблочек. Никаких. И эту ты не взял. И эту я так не взял. Ну, ты на другой работал. Кастрюлю эту. Потом у меня хотя бы один жетон должен остаться с религией. У меня остался он. Девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот у меня было бы. Хоть немножко бы тебя догнало. Ай-яй-яй. И каждый жетон золотого цвета. Раз, два, три, четыре. Три победных очка. Двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот не люблю я так проигрывать намного. Что еще? Ничего не упустили. Боже ничего не приносит победы. Хватит тебе уже. Хватит тебе. Наталья даже соточку не набрала. Прошлая партия где-то здесь была. Ну что? Игра закончилась. Типа я победил. Я прошу прощения зрителей, если бы где-то сделали какие-то ошибки. Но я вам скажу сразу. Чтобы понять все тонкости этой игры, придется проиграть партии десять. Я вам скажу. Это Фельд. Это Штефан Фельд. У него всегда, ты всегда после каждой партии находишь какие-то интересные моменты. Что куда лучше идти и куда лучше вкладывать. Я уже спасалась под конец. А все. Не успела. Под конец уже нету смысла собирать вот эти жетоны Трояна, как я поняла. Наталья. Потому что очень тяжело под них подобрать маркеры действия. В эту игру можно играть как в шахматы. Продумывать. Куда каждый бочоночек поставить и все. Ну а можно играть как мы. Просто получаем удовольствие. Не продумывая на пять, на шесть, на четыре даже ухода. Мы только на два ухода с Натальей. Не продумывая. На два отселы. Но сразу интересно играть. Интересно. Интересно. Все говорили, что Трояна, такая суховатая игра. Нормально. Обычный Фельд. Я думаю, что Костер. Последний Фельд мы с тобой в Костер играли. Скорее всего. Он, наверное, еще суше, чем эта игра. Так живенько пролетает. Почему? Мне Костер тоже нравился. Костер тоже нравится. Там такая смесь механик, что вообще он завернул. Ну мы играем все. Я уже не говорю про Бургундию. Не говорю уже про Бургундию. Ну и что, что проиграла? Мне нравится. Наверное, большим составом здесь больше конкуренции на поле. Еще интереснее играть. В принципе, замечательно она и вдвоем тоже рулит. Если бы мне Наталья не дала здесь получить 20 победных очков, мне было намного меньше. Она могла мне помешать. А там и написано в правилах, что мы должны нашему конкуренту мешать. Да. И если бы мы играли вчетвером, никто бы мне не позволил такую роскошь взять 4 одинаковые жетона насобирать. Никто бы не позволил. Скорее всего. Чего это я так прошляхала? Хотя здесь можно... Ты же еще мне и подсказал. Ты мне может не позволишь. Работать с колодой карты, это, конечно, рандомчик. Опасненько, да? С кораблями с этими. С кораблями, да. Реграбельность у этой игры. Мне по фонтанчикам. Прекрасно. Ну что, Наталья, спасибо тебе большое за партейку. Спасибо. Поздравляю, Сережка. Да. С зрителем большое спасибо. Все зрители за тебя болеют все равно. Не надо. Ты же отвлекаешься, объясняешься. Спасибо, что досмотрели до конца. Мы с Натальей оставим ссылочку под видео. Если кого эта игра заинтересовала, добро пожаловать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И ловите нас, Наталья, каждую неделю на просторах Ютуба. До свидания. Счастливо. Всего доброго. До свидания.